Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультрест Азурлайн, сегодняшней темой видео является обзор новых итальянских кораблей с ивента Деидалиенгим, да, я не увидел другой транскрипции в комментариях, так что буду называть так, я стример, мне виднее. Первый корабль, который мы рассмотрим, сразу пойдем с козырей, это флагман линкор итальянский Витория Винета, статы видите на своем экране, они хорошие, добротные, достаточно количества хп, это очень приятный показатель у нее, огневая мощь, нормально, ну не все же хотят. Они хотят увидеть там у золотого какому-нибудь флагмана корабля, чтобы там сразу же было как у Фрида или типа того. Не всем же называется дано, достаточное количество пво, точность немного смущает, но дальше вы знаете, что это не является проблемой, и очень высокий показатель удачи, как для подобных линкоров, это прям необычненько. Эффективность весьма стандартна, как для многих кораблей подобного типа. Скилл первый, каждые 15 секунд 75% шанс активировать бараш. Бараш сами видите как он выглядит, очень кучно, примерно в одну цель летит 3 снаряда бронебойных и 3 снаряда фугасных, фугасными 100% шанс поджечь свою жертву, это прикольно, это замечательно. Бараш он не такой не пафосный, не на весь стол, но тем менее он стреляет примерно вот плюс-минус в одну цель, это прикольно. То есть фактически уже этим баражом мы видим, что она будет чем-то вроде, ну, сингл-таргетного дамагера, получается босс или типа того, уже поэтому становится это видно, да? Дальше, если бараш не активировался, видите, утешительный приз дают. Вместо этого нацеливается на одного случайного врага и увеличит получаемый им урон на 10% на 8 секунд. Грубо говоря, рандомный противник получает дебаф на 10% увеличенного по себе урона на 8 секунд, это приятно, а учитывая, что часто бывает, когда убиваешь босса, он там как бы один стоит, то да, почему бы и нет, получается она может еще неплохую такую вещицу сделать, и иногда даже это будет, может быть, в какой-то степени даже выгоднее, чем отсутствие баража, если под какой-нибудь важный момент, там, под каким-нибудь авианосный вылет и прочее, ну, у других дамагеров просто выстрелы, как-то все это дело прокнет. Но обычно все-таки бараш в большем приоритете, это да. Сам урон за баража, можете посмотреть, какие тут основные значения с таблицы будут. Скилл второй. В начале битвы увеличивает огневую мощь торпедной статы уклонения на 15% для всех итальянских кораблей в вашем эскорте. То есть, короче говоря, баф вашего итальянского эскорта на огневую мощь торпедной статы и уклонения. Звучит уже круто на целых 15%. Что вам еще нужно для вот этого вот эскорта? Вот эти вот значения для вас и будут самыми замечательными. И увеличивает огневую мощь авиацию и точность на 12% для всех итальянских кораблей в основном плоте. Представляете, то есть уже основной флот тоже очень жестко разбафывается. На огневую мощь это для линкоров, авиацию, это для самолетов и точность нужна всем. А учитывая, что у нее довольно низкие показатели точности, а теперь он разбафывается на 12%, это уже не может не радовать. То есть, этим скиллом, этой половины скилла, она уже является таким жестким серьезным фракционным лидером. Это просто амейзинг. И за каждый дополнительный корабль и талии в том же флоте максимум 2 уменьшает время перезарядки. Перезарядки первого залпа этого корабля на 40%. Грубо говоря, вы поставили хотя бы 2 итальянских корабля во флот, и у вас уже минус 80% скорости перезарядки первого выстрела. А если вы поставили тот радар с третьей волны исследований в доп. снаряжении, то вообще получается у вас минус 95% выстрела первого перезарядки. То есть, фактически, при лоте 5%, это вот пока там противники появятся, у вас эти 5% уже будут. Это просто офигетительно, это просто шикарно, это сочные, приятные бафы. Это вот то, о чем мы мечтали, в принципе, глядя на там, ах, когда там будет итальянский флагман. Вот итальянский флагман, называется, ешьте полной ложкой, офигеть можно. Очень приятные, очень хорошие, очень уместные бафы. И третий скилл, ага, вы думали, что она как простушка будет с двумя скиллами? Нет. Третий скилл, если во флоте имеются другие корабли Италии, или этот корабль экипирован бронебойным главным калибром, то увеличит себе огневую мощь на 12%. То есть, она до этого себе увеличивала огневую мощь, вместе со всеми, да, на 12%. И теперь она еще раз ее увеличивает, даже не обязательно бронебойную пушку с собой таскать, просто банально с итальянским другим плаваешь, у тебя же все хорошо. То есть, на такое лайтовое, изичное увеличение. Уже неплохо, радует. И кроме того, в первых трех боях флот, на котором находится корабль, получает на 20% меньше урона от торпед. По итогу, что мы видим в этом корабле? У нее нет привязки к флагманской позиции, то есть, ее можно будет, как Квинн Элизабет, ставить куда угодно. Но это уже офигеть как сильно радует. То есть, она уже становится очень серьезным кораблем. Более того, ее баф на уклонение, например, он позволяет Полли танковать, та вот та самая тяжелая грейзер Пола, она может танковать теперь не хуже, чем Рон. Это уже офигеть можно. По дамагу, в одну цель, она будет уступать только Фризе. То есть, это удивительный корабль, если вы там новичок или типа того, и вы ее выбили. Ну что ж, для вас это счастливый день, так что, пожалуйста, наслаждайтесь и развлекайтесь с ней. И, касательно флота, который будет в ее подчинении, у нее же получается меньше урона торпед. По слухам, дальше будет когда-то такая мета, и там она будет очень жестко наваливать торпедами. Вполне возможно, что у вас будет такое преимущество, может быть. Если в ПВП-мете до сих пор актуальная торпедная мета, чего я, кстати говоря, не могу вам утверждать, то там уже тоже она может пригодиться. Короче говоря, Виторио Венета, ваш самый замечательный корабль, который вы можете вытащить с этого ивента, пожалуйста, полюйтесь ей. Да, она, конечно, в меньшей степени, как какой-нибудь АОЕшник, но, тем не менее, ее показатели, ее статы, ее скиллы, это очень круто. Но о том, как собирать флот для итальянок, мои мысли по этому поводу, давайте рассмотрим несколько дальше, когда рассмотрим другие корабли данного ивента. И по традиции данных видео, хотелось бы опять обратить ваше внимание на сайт, просто офигеннейший. Офигеннейший по Азурлейну, называется Azurlane EN Community Tier List, тут, правда, его сейчас назвали по-другому, ссылка, конечно же, как всегда, будет в описании, в закрепленном комментарии. Этот сайт, чем он посвящен? Он не на русском языке, это сейчас я специально для вас перевел на русский язык гугл-переводчиком, ну, хромом, получается. Тем не менее, что здесь есть? Есть, получается, сами корабли великолепно, отлично, террелисты разбиты по террам, можно посмотреть по снаряжению, что из себя представляет. Если включите русский переводчик, то вообще будет все с подробностями писать, еще и на русском языке вдобавок. Есть отличнейший флитмейкер, который позволяет какие угодно вам корабли собирать во флот, прям тупо радоваться. Есть руководство для новичка, есть гайды по мирам разбитым, с картинками, там, со снаряжением, которое больше в приоритете. Даже есть большой гайд именно по 13.4, что делать с боссом, просто великолепно, учитывая, что можете одной кнопкой сделать все по-русски. Есть гайд пвп, угу, ни многим, ни малым, Azurlane Meta сам написал его. Представляете, гайд весьма подробный, это огромное количество всего пишется. Короче говоря, этот сайт, пожалуйста, пользуйтесь им, Azurlane Encomunity List, ссылка в описании. Аквилла, итальянский авианосец, статы видите на своем экране, для авианосца, в принципе, весьма нормально, хотя, конечно, часто бывает у авиации статы все-таки повыше, но тут не принципиально, я думаю. Самая важная особенность, то, что у нее второй слот, он комбинированный, можете либо файтер ставить, либо бомбардировщик. И дальше от этого даже скилл будет второй, и очень сильно разные ее способности подчеркивать. Посмотрим, давайте, что же они, в принципе, и себя представляют. Скилл первый, 75% шанс запустить авиационный бараш при авиаударе. Как он выглядит, видите на своем экране, что он из себя представляет, тоже видите на своем экране. Приятно, нам, конечно, утешайку не дали, типа, а вот если бараш не сработает, то мы вас там расцелуем в щеки или типа того. Но, тем не менее, бараш на хороший, нормальный, мне он понравился. Кто вообще в здравом мят, баража будет отказываться, что называется. Скилл второй, а вот теперь пошло разделение от того, стоит у нее файтер или стоит бомбардировщик. Если во втором слоте экипирован файтер, то при авиаударе лечат по одному кораблю с наименьшим процентом хп в эскорте и в основном в лоте на 8% от их максимального хп. Понимаете? Грубо говоря, у него срабатывает авиаудар, и самый полудохлик-задохлик с передней линии и задней линии получает по 8% от их максимального хп. И еще сверху им накидывается щит, 6% от максимального хп, их максимального хп, в течение 5 секунд. То есть им еще и дальнейшая выживаемость повышается. Ну, на незначительное время, но иногда там под каким-нибудь жесткие фиговины босса можно неплохо так отэвэйдить. Короче говоря, это уже круто и это уже замечательно. То есть мы получаем хороший хилер. Может быть она не настолько безумная, как какая-нибудь Персеус в коротких боях, но тем не менее она хилит очень хорошо, очень серьезно повышает живучесть. Наиболее того, если вы ставите 2 истребителя, да, то у вас получается воздушное превосходство, там вы как Эластерас считаете, становитесь, да, то есть будете отстреливать вражеские самолеты, у вас там будут файтеры взлетать. Короче говоря, это очень круто и очень помогает в 12-13 мире, просто офигетительно. И вторая часть этого скилла, если у вас стоит в втором слоте бомбардировщик, то начинает бой с Прелоадом. На время зарядки и ударов уменьшено на 10%, а собственный урон увеличен на 8%. Безумие. Начинать с Прелоадом это жесть, это просто прекрасно. Уменьшение скорости перезарядки на 10% просто офигетительно, и собственный урон увеличен на 8%, ну это просто тупо жесть. На зачистку, на дамаг, все о чем вы мечтали, может там ее на босс какой-то потащить, она просто великолепна. И скилл третий уменьшает весь урон, получаем этим кораблем 12%, 12-13 мир, либо какие-то жесткие сиреновые локации, это то, что вам нужно, получать меньше урона. И за каждые 3 вражеских самолета, который сбивает Аквилла своими самолетиками, будет повышаться ПВО всего плотно на 5%, и баф будет стакаться 3 раза. То есть получается, это просто безумный баф, потому что обычно, когда ходишь в локации, где важно ПВО, твое ПВО исчисляется четырехзначными числами, да? И тебе в любом случае увеличение на 15% даст просто дофигище. То есть Аквилла уже здесь смотрится очень приятным, очень шикарным авианосцем с серьезной вариативностью. Это очень приятно. По своей боевой эффективности, она немного уступает Аркройл Мете. Представляете? Что это такая за фигня? Что это, почему так? Типа зачем? То есть получается, появляется новый корабль 1, появляется новый корабль 2, и они между ними устраивают гонку вооружений. Я не понимаю, зачем разработчики это сделали, тем не менее, что сделано, то сделано. Но если поставить ее вместе с Виторией Венетта, то мы по итогу имеем то, что она некоторым количеством превосходит Аркройл Мету. Аркройл Мета, между прочим, очень серьезный сингл-таргетный дамагер. И это просто, ну я не знаю, это уже ни в какие ворота не лезет. Ну зачем они так сделали, я не понимаю. Очень приятно получить довольно приятный корабль. Но обычно гонка вооружений происходит между кораблями, которые старые и новые, а не между одним новым кораблем и другим новым кораблем. Это как бы очень необычно. Я не знаю, может они там какие-то планы нарушились или типа того. Но тем не менее, этот корабль хорош во всем. А его вариативность делает ее просто уникальной. Надо 12-13 мир? Ставите файтер. Надо ходить на боссов или на зачистку, там каким-то сиреной, еще что-то. Ставите тогда бомбардировщик и тупо радуйтесь. Касательно снаряжения, видите все на экране. Вот вам мои рекомендации. Пользуйтесь. Дюка Дели Абруци, будем просто называть ее Абруци. Легкий итальянский крейсер. Статы видите на своем экране. У нее просто безумная живучесть, отличное уклонение. Торпедный стат хороший, эффективность торпед приятная. Короче говоря, о чем еще можем мечтать? Огневая мощь хорошая. Меня она прям сразу же порадовала. То есть уже прям, помимо того, что делал про нее отдельное видео, где восхвалял ее иные достоинства, здесь, тем не менее, тоже могу ее очень сильно похвалить по статам. А скилл первый в начале боя увеличит ПВО уклонения и точность этого корабля на 15% на 60 секунд. Уклонение. Баф. Приятно. И бонусом еще будет Витория уклонения накидывать баф. Приятно. Это уже 30% уклонения, а у нее и так ее 96. Когда этот корабль запускает свои торпеды, 70% шанс активировать в бараж. Да, она еще попутно может кусать с довольно приятным и забавным баражом. Бараж, конечно, неплохой, но тем не менее, как ни странно, стандартный бараж у нее все-таки покруче будет, обладает каким-то жесточайшим АОЕ и меня очень сильно радует. На второй скилл уменьшает скорость торпед на одну единицу, увеличит шанс критического удара торпед на 40%, а сам размер критического урона торпед на 40%. Офигеть может, то есть под нее нужно играть именно через торпеду, чтобы она жестко наваливала. Еще один торпедный крейсер. Ага, их не то чтобы прям супер много в Азурлейне. Ну, вспоминается на шире, конечно же, торпедный крейсер. Ну, а теперь еще и вот Абруцца есть, да. Уменьшает время перезарядки первого залпа торпед на 50%. Ну, это, конечно, не прилот, но тем не менее, смотрится, как по мне, просто великолепно. То есть вы должны понимать, что она все-таки в первую очередь должна нажахивать от торпед, но тем не менее, вы еще не смотрели третий скилл. Абруцца уменьшает урон бронебойный, который получает этот корабль на 20%. Сирены часто стреляют бронебойным уроном, если что. А танк получает меньше урона торпед на 8%. Ну, и помните, конечно же, Виктория Винета, баф насчет урона от торпед, тоже там был, защита. И получается, у нее еще есть баф, но этот баф дается на танка, то есть она может повесить его, получается, на себя, если поставить себя на позицию танка, то есть ближе всего к нам на экране в эскорте. Либо все-таки она может повесить его на каком-нибудь полу. Приятно. Один раз за бой, когда хп этого корабля падает ниже 30%, в результате полученного урона создает щит и восстанавливает 3% от максимального хп, каждые 3 секунды в течение 10 последующих секунд. Как это перевести по-человечески? Обычно подобный скилл все-таки срабатывает от 20%, но и лечит весьма прилично, где-нибудь на 20-ку. В свою же сторону Абруцци так не делает. Абруцци лечит себя на 30% хп, не получается лечит он себя на 9%, если перевести это по-человечески. Но, так сказать, размазано по времени. Где-то на 400 с копейками хп вылечит. Ну, неплохо, учитывая, что может каждый бой так себе накидывать. И учитывая, что 30% хп это не так критично, как 20% хп, когда она может от одной Аблюги уже отъехать. Так что, как по мне, нормально. Хороший скилл. То есть она еще получает живучесть. Щит блокирует до 5 торпед и действует 10 секунд. То есть она еще щит на себя накладывает. Ну, офигеть можно. Ну все, ну слезать приехали. Мне это уже прям, ну просто безумие какое-то. То есть противники, которые жахуют именно торпедами, могут очень даже неплохо об нее обломаться. Фактически, по итогу, что мы имеем. Абруса является очень серьезным, замечательным кораблем. Она может очень многое. И дамажить с торпед, и выживать. И вы должны собирать ее снаряжение именно с позиции того, чем от нее надо. Если вы хотите, чтобы она дамажила, ну окей, ставите на нее торпеды дополнительным снаряжением. Хотите ее использовать как танк, на какому-то там, не знаю, фарм операции Сирен, к примеру, вполне себе нормальный. Или на зачистке высокой, каком-нибудь высокой локации 12-13-й мир. Не знаю, как она будет выживать, но мне кажется, она все-таки может выживать. Или все-таки какая-то другая идея. Не знаю, но она под ваши идеи зайдет. И как танк, и как дамагер. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь ей. Прекрасная, замечательная тяночка. Конечно же, все это дело может войти в Итальянский флот. Итальянский флот, в моем понимании, выглядит, но это моя идея, понимаете, моя идея. Тем не менее, в Эскорде, Поло, Абруци, Зара. А, соответственно, сзади стоит Виторио Винета, Аквила. А вот дальше возникает плавающая позиция. Потому что под бафом Литорио, который все так любят и обожают, нам же не обязательно Виторио Винета стоять по флагманской позиции, да? Литорио можно, конечно, тоже поставить. Она будет выдавать ДПС что-то типа на уровне Монархи, что, наверное, не так уж и плохо. Но, тем не менее, зачем это делать, когда можно выйти из этой ситуации более, так сказать, филигранно? Мне кажется, было бы хорошей идеей ставить что-то очень жесткое к ней в пару. То есть, пока не вышло какого-то супер-пупер-доминантного еще одного корабля на Мейн у Итальянок, может быть, стоит ставить, я не знаю, там, какую-нибудь Шинана, Фриду, Энтерпрайз, Аркройл Мету. Понимаете идею? То есть, ставить под вашу задачу, что вам нужно. Ну, или какого-нибудь там, можно ставить, например, Персиауса, если вы на зачистку этот флот хотите использовать в какой-нибудь операции Сирен. Вот понимаете, вот в чем идея должна быть. То есть, вы должны знать, что вам, в принципе, от нее нужно. Проще поставить, мне кажется, в данный момент, чем Литорио брать. Проще поставить действительно что-то такое доминирующее, что-то прям такое серьезное. Сзади, какую-нибудь серьезную бандуру, которая будет разваливать кабины вашим противникам. Мне кажется, такая идея должна быть. Поправьте меня, если ошибаюсь, принимаю ваше мнение, так сказать. Но у меня лично такие мысли по данному вопросу были. Мне кажется, какая-то условная Энтерпрайз будет дамажить все-таки получше, если будет стоять сзади, чем какая-нибудь Литория. Вот у меня такое мнение, даже без бафов. Даже без бафов именно от Винета. Ничего себе не поделаешь. На уж и говорить, о каких мишинанах так уже вообще не приходится. Да, это будет не в полной мере национальный флот, но тем не менее, свой импакт он внесет. Думаю, со снаряжением Абруци и самой концепцией итальянских флотов мы разобрались. Идем дальше. А дальше у нас уже возникают такие довольно занятные ситуации, что корабли, конечно, неплохие, но не сказать, что сильно хорошие, поэтому я расскажу о них, если вы меня, конечно же, простите за это, несколько схематично. Маэстрали, итальянский сминец, статы средние, приятный баф на уклонение для итальянских кораблей и дымовая завеса, работает при получении урона союзниками. Бафается на торпедный стат огневую мощь от итальянок во флоте. Похоже на Илью из Фейта, получить ее необходимо только поэтому. Агась. Лебецу, ее сестра, ну и делать примерно то же самое, только вместо бафов она баража дополнительно накидывает. Ну, сами понимаете, есть сминец, так что супер-пупер-крутого баржа вы там не получите. Ну, и я бы и не стал упарываться в Лебецу, в Маэстрали, тупо из-за внешности. Если бы не внешности, я бы упарываться в нее не стал. Николас де Риокко, итальянский сминец, она не сестра Маэстрали. Статы средние, есть баф на урон торпед. Первые три сражения увеличат уклонение ПВО и скорость на толку, если это сминец, учитывая, что высокий показатель, сами понимаете, и так был всего этого. Валичат урон пророжеским линкором на 8%, ну и по себе на 1%. Там, очень странный скилл, ну ладно, окей, хорошо. Я бы не стал ее использовать, толка от нее не особо много. Торричелли, обычная стандартная подводная лодка, но у нее уникальный дизайн, выглядит она круто, так что на вашем месте я бы все-таки старался бы ее получить, хотя бы тупо из-за внешности, потому что она просто шикарна. Амагичан, да, я тут буду еще рассказывать не только про итальянок, а еще про вот тех, которых ввели в этом месяце. А это Ойте и Амагичан, да, 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 не забыла про вашу мелкую Амаги. Японский линейный крейсер, отличные статы, если сравнить с другими маленькими кораблями, понимаете, то есть лоли-версии, вот они здесь будут, получается, ну она вершина их развития, потому что все остальные какие-то слабенькие, недоделанные, вот этого у них нет, того у них нету. А это прям альфач, босс этой качалки, вот по их мнению. Круто. То есть ее вполне можно использовать. По меркам обычных кораблей она средний добротный линкор, получается, ну линейный крейсер, ее можно использовать. А по меркам мелких кораблей она просто прям вершина их развития. То есть, короче, можно ее брать, если она вам нравится, а она вам наверняка нравится, потому что она очень прикольная. Приятный урон, баф на орудие, имеет бараш, и может сэвить потропанный эскорт щитом. По-моему, это замечательно, чем еще надо. Ойте, японский смит, очень такой баф, понижает, получаем урон торпед для эскорта и авиации, урон авиации по мейну. Бафайте торпеды, получается вселение бафайте, а в лоте есть Агану. И как часто вы используете Агана? Не да, она синие редкости, в отличие от остальных. Ну и арт крутой, похож на Ху Тао, и кто-то говорил, что на Микасу хорошо, я специально написал вот именно для вас на Микасу. Хотя, как по мне, на Микасу она не похожа, агась. А вот такие мысли у меня по поводу данного ивента, данных кораблей. Да уж, простите, что часть кораблей, которые скорее всего вы все равно не будете использовать и качать, я пробежал с несколько более простенько, но время не бесконечное. Хотя, наверное, по меркам современного Ютуба я должен был запилить видос минут на 40, и тогда получается Ютуб будет такой, о боже мой, какое классное видео, надо тебе рекомендовать. Но тем не менее, я все-таки решил пожалеть ваше личное время. Да. Так что, в принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Пишите, пожалуйста, свои мысли, измышления, советы и дополнения. Всего хорошего, удачи, лайк, подписка, колокольчик, очень важны, так что, пожалуйста, не поленитесь их поставить. Также присоединяйтесь в Discord, Instagram. Пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok